Развитие шелководства на сегодняшний день осуществляется на основе технологического переоснащения, увеличения тутовых плантаций и внедрения передовых методик увеличения урожайности. Эти и другие вопросы, в том числе основы семеноводства и подготовки к новому сезону, были в центре внимания семинара, прошедшего в Новои. Отметим, что при этом не забываются традиции, когда прекрасная ткань готовится вручную. Подобные центры ремесленничества становятся местом притяжения для туристических маршрутов. По мнению экспертов, сегодня в Узбекистане сырье шелкопряда перерабатывается двумя методами. Первый – это надомный ручной труд на основе старинных традиций, и второй – на базе предприятий, оборудованных современными технологиями. Конечно, основной акцент делается на промышленность. Ручные поделки по достоинству ценят гости из рубежа, а потому планируется развивать данный вид в тесном контакте со сферой туризма. И потому создаются специализированные центры, уже начавшие работу в Сурхандаре, Бухаре и Фергане. Именно эти центры становятся одной из составных частей туристского маршрута. На сегодняшний день в Узбекистане в основном экспортируется сырой шелкопряд. Но если мы будем давать эти шелкопряды надомникам и экспортировать её в качестве готовой продукции, то цена вырастает в 2,9 раза. Поэтому в 2018 году мы хотим развивать надомный труд ремесленников. Сейчас интенсивными темпами в преддверии нового сезона ведутся работы по модернизации устаревших систем, переработки и внедрения новых, готовые и семеноводческие пункты приёма урожая. Об этом шла речь на семинаре в Новоиской области. Были обсуждены вопросы подготовки к предстоящему сезону. Состоялся обмен мнениями со специалистами, которые изучали опыт в вопросах разведения тутового шелкопряда, хранения и переработки кокона. Были подписаны договора между предприятиями по производству шелкопряда и ремесленниками во всех областях. Вместе с тем были заключены договора между нашими перерабатывающими компаниями и ремесленниками по выращиванию кокона. И ещё одна новость. Были созданы порядка 10 предприятий, и они будут перерабатывать сырьё у себя, а затем его экспортировать. Есть потенциал для развития отрасли. Кроме того, в этом году Ассоциация Узбеки Баксановат намеревается получить урожай кокона в троекратном размере. Совместными усилиями промышленники тутового шелкопряда и Ассоциация намереваются развивать отрасль.